Всем привет, друзья! Продолжаем проходить модификацию Закон Дегтярева, и вот в конце прошлой серии мы уже пришли в бар. Тут вроде как нас попросил Сти помочь с уничтожением зомби, но вот правда эти зомби что-то не появились. Я даже сейчас переиграл с автосейва, но по-прежнему зомби нет, все тихо. Не знаю, может потом появится, непонятно. Так что давайте пойдем уже дальше в бар. Там нам вроде как надо поговорить с барменом, может быть он подскажет что-нибудь насчет противоядия к нашему недугу, потому что нас же там заразили в прошлой серии. Ну или же, правильнее сказать, отравили, наверное. Сейчас спросим у него. Такс, как тут дела обстоят? Ну что, смотри, у меня тут очень интересные вещи есть. Ноутбук Сидоровича и КПК-фаната. Надо? Интересно, продаж? Держи, мне это не нужно. 4600. Ого, жалко конечно Сидоровича. Аурен, гад. А ты знаком с Ауреном? А тебе до этого какое дело? Да, знакомый что? Мне срочно нужно противоядие от яда, которое имеется у Аурена. С этим ты знаком? Ха, так он отравил тебя? А я-то думал, что ты такой странный. Могу оформить для тебя заказ, но придется немало заплатить и подождать 3 часа. Идет? Хорошо. Тогда ждем. Ладно, как дела? Ждем. Так, привет, а можно с тобой немного поболтать? Ну, я не особый рассказчик, а что тебя интересует? Откуда в зоне так много оружия? Здесь у каждого по 2-3 ствола, не считая пистолетов и гранат. Да ведь недаром тут почти все сака бегают. Оружие здесь было еще до появления зоны. А как зона появилась и всех отсюда выперли, несколько бесхозных складов с оружием и осталось, в виде подарка для первых сталкеров. Ну, допустим, со стандартным военным оружием все понятно, но ведь у тебя же полно и другого оружия. Вон, и ФН-2000 можно купить. Это-то откуда? Ну, бывает, сталкеры с собой берут до того, как в зону попасть и стать сталкерами. Говорят, еще пару иностранных спецотрядов к нам наведывалось. Какие-то пушки с собой военные носят. Да ты и сам-то видишь, такого оружия намного меньше, да и дороже оно. Так, ладно, понятно. Значит, отремонтироваться можно. Давайте посмотрим, что у нас там. А что у тебя здесь? Вопрос, сколько стоит броник? 52 500? Ты что? Обалдеть. Что тебе продать можно? Не знаю, артефакты какие-нибудь, может ему сбагрить. Так, ну вот патроны тут всякие разные. Он продает. Давайте, наверное, пока сбросим лишнее. Значит, вот эти вот калашные патроны сбрасываю, потому что у меня калаша нет. Но все остальное, в принципе, можно и оставить. Из артефактов... Не знаю, может потом, когда на янтарь пойдем, занесем Сахарову. Пока пускай полежат. Так, используем медаль первенства следопыта. 102 рубля. Так, ну и что? Получается, надо ждать? Как дела с противоядием? Может, поспать можно уже? А еще энергетик до сих пор действует. Так, ладно. Но кто здесь есть еще? Может, кто чего подскажет? Моя информация может тебе пригодиться. Хотел вот спросить. Рецепты трансмутации. Но это особо не надо. Бесплатно. Подзаработать. Так, что слышно? Слушай, у меня всегда есть кое-что интересное. Что слышно? Понятно. Моя информация может тебе пригодиться. Ну, тут особо похоже ничего такого нет. Так, ну я все-таки всех пройду. Посмотрю. Может, кто-то что-то и скажет, что грустишь. Так. Направлялись мы в деревню на складах. Вот ту заброшенную стоит к западу от дороги. Бывало там, наверное. Но это может из оригинала еще, да? Так, ну понятно. Охотник. Как жизнь. Что? Логово кровососов уничтожить. Ну, в общем, ничего нового. Так что нам просто ждать противоядия и все. Слушай, я порой с ума схожу от этой зоны. Ты такого не замечал за другими сталкерами? Бывает, конечно. Зона сталкеров ломает, но долго такие не тянут. Таким в зоне крышка. Поэтому их здесь редко встретишь. Хотя бывают и исключения. Понятно. Так. Ну, что? Тогда давайте отремонтируем броник, что ли. Броник и оружие. Можно починить. Второй ствол. Первый ствол. Так. И это можно тоже заодно. Ну, вот и все. И получается, надо ждать. Больше делать нечего. Но меня немного беспокоит. Вот этот квест уничтожить зомби. Почему он залагал? Не знаю. Ну, сейчас тут еще побегаю по бару. Может, еще каких приключений можно найти. Давайте сходим вот сюда. Посмотрим, кто здесь стоит. Иногда тут же тоже какой-нибудь квестовый персонаж бывает. Но не в этот раз. То есть, получается просто ждать. Решил все-таки сбегать. Проверить, вдруг тут где-то и есть какие зомби. Но, по крайней мере, собаки есть. Надо, наверное, тогда на них квест лучше взять. Так, давайте сейчас тогда возьмем квест. Заодно, чтобы выполнить. Так. Значит, работа. Логово собак. Берусь. Ну, сейчас посмотрим. Только тут собаки. Или, может быть, кто-то есть еще. Надо бы... Ага, обрез у меня тут уже стоит. Да, вот жалко, конечно, что спас. Не получилось вынести. Но там было напряженно в темной долине. Так что уже как есть. Но это чисто собаки. А где же зомби? Так, ну вот собак постепенно я гоняю. Но даже их уже найти не могу. Так, ну что, может мы там поспасть можем? Не хочет спать? Да как так-то? Уже... Уже пора. Может водки выпить? Нет, даже после водки спать не хочется. Так, ну вот хотя бы с собаками разобрались. Значит, забираем ломать мясо. Ну и в принципе все. А зомби так и не появились. Не знаю, может попробовать еще водки выпить? Сейчас вот соберем по сусекам. Так, энергетик тоже можно взять. Значит, сейчас посмотрим. Две бутылки. Что, нет? Ну ё-моё. Вообще. Отказывается наш главный герой спать. Ладно, придется тогда просто стоять и ждать. Кстати, ломать мясо этот можно вот сразу бармену отдать. Так, хорошо. Дальше ночная звезда. Но такого арта у нас пока что нет. Ну что ж, на часах уже 3 часа. Может быть противоядие готово? Да, отлично. Две тысячи отдали и противоядие получили. Ты как там, живой? Башка болит. Это нормально. Легкий побочный эффект. Слушай, а ты случаем не знаешь человека, который может обойти пароль на ноутбуке? Конечно знаю. Есть у нас такие. Тебе нужен денчик. Вот его координаты. Ага. Ладно. Да, на мини-карте вроде какая-то отметка появилась. Сейчас сходим посмотрим. Что там за денчик? Надеюсь, у него получится с этим ноутбуком разобраться. Так, похоже он вот здесь сидит. Хотя я сюда раньше приходил, но никого тут еще не было. А сейчас вот появился. Здорово. Мне сказали, что ты можешь пароль обойти на ноутбуке. Да, конечно. Выкладывай свой ноут. Вот. Ух, нифига себе. Ты где такой дорогой аппарат добыл? Секрет? Ну ладно. Хорошо, помогу. Только если ты мне поможешь. А чем помочь? Такое дело. Пропал мой друг. Сушеный. Последний раз он уходил на дикую территорию, на стройку. Помоги мне. Найди его, пожалуйста. А я тебе с паролем помогу. Хорошо. Ладно. А слушай, у тебя нет программы, чтобы сливать деньги со сталкерских КПК? Есть, конечно. Продам за пять тысяч. Ну давай. Привет, брат. Так. Ну вот. Значит, на дикую территорию. Да? Мужик, ты меня запер. Эх ты. Давай, разворачивайся. Ага. Так. Значит, дикая территория. Но на часах 3.13 я бы поспал хотя бы немного. Неужели? Ё-моё. Всё. Выброс. Я, кстати говоря, пока ждал. В баре там выброс уже один прошёл. Вроде 3 часа поспали, а уже 12.25. Но не поймёшь. Как главного героя организм устроен. То он спать не хочет, то на 3 часа легли и всё. Да, ну, будильник, наверное, не поставили, поэтому. И проспали. Так, ладно. Пойду пережду выброс и потом на дикую территорию. Кстати говоря, хакерский софт у нас сам не установился. Мы получили вот хакерский диск с утилитами, предназначенными для взлома денег с КПК. И нужно его использовать. Вот, теперь получен навык взлома денег с КПК. Отлично. Что ж, выброс закончился. Ну и отправляемся мы на дикую территорию. Так, ну что. Где там этого друга искать? Где-то в районе стройки, да? Ладно, тут ещё тайник потом можно будет проверить. Хорошо. Значит, с собой я взял вот Г-36 и обрез. Винтарь пока что выложил. Потому что, мало ли, может быть мы тут какой ещё ствол найдём, унесём. С дикой территории. Да и к тому же, на дикой территории у наёмников обычно жнатовские стволы. Как раз с калибром 5,56. Так что, пока с Г-36 походим. А винторез останется на будущее. Так, целая куча тут артефактов. Давайте всё собирать постепенно. Постепенно, ага. Постепенно всё собирать. Сейчас бы ещё зайти как-то вот сюда. Да, ну попробуй тут зайди. Так, зашли так зашли. Ну ладно. Сейчас подлечимся. Так, наёмники. Ой-ой. Тихо. Граната полетела уже. Давай ещё аптечку. Пока рано. Да, слушай, я прям куда надо залетел. Наверное, одиночный поставлю. Ага, хорошо. Так, можно? Нет, ещё действует. Ставь, течка. Так, это не салкер в случае? Ага, сейчас друга. Друга Дэнчика подстрелил. Ну, под раздачу попал. Ладно, сейчас проверим. Но он вряд ли бы тут был. Кто это? Наёмник. Переоделся просто. Так, ладно. Куда, куда? Куда нам дальше? Метка вообще на стройке, да? Давайте, наверное, сразу туда отправимся. Ага. Такс. Да, метка здесь. Росток стройка. Ну, давайте. Какая-то пальба там слышна. По кому они стреляют? Уже трупы какие-то лежат. Так. Ой-ой-ой, карлики тут бегают. Ну, и что? Тихо ты. Ладно, давайте сейчас наверх. Но что-то здесь как-то уже подозрительно тихо. Наёмники. Уже валяются. Если тут Денчик и был. Точнее, не Денчик, а друг Денчика. Ну-ка. Ну, метка просто стоит вот здесь. Вот и всё. Так, ладно. Значит, надо искать. Так, в контактах у нас вообще никого нет. Ладно. Сейчас тогда тут этих осмотрю ребят. Может, у них какая будет информация. Опа. Ничего себе у них тут, конечно, артефактов. Слушайте. Сейчас тогда, конечно, это дело на пояс. Бегать будем, как Сайгак. Так, тогда можно, в принципе, и, допустим, вот это повесить. Или же вот так вот сделать. Ну, и кровотечение, в принципе, ладно, тоже. Так-с. Ну что. Всех я обыскал. Давайте, что ли, в этот тоннель сходим. Кстати говоря, метка переместилась или что? Смотрите, метка сейчас там стоит. Похоже, нам нужно в этот тоннель, да? Сейчас я туда только гранату заброшу. Ничего себе. Так, ладно, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, где она? Покажись. И отходим подальше, потому что радиус... У нее, конечно, поражение достаточно большое. Ну что-то там как. Давай вот сюда. Так. Подальше, подальше. Чего-то не взорвалось. Или просто мы уже слишком далеко отбежали и не было слышно. Ух, ее даже отсюда зацепило. Обалдеть. Ну что. Еще. Еще жива. Лови еще тогда. Подальше, подальше. Так. Последняя. Граната. Е-мое. Ну что. Покажись. Карлик бегает. Давай. Е-мое. Просы ты, а сколько у тебя там здоровья. Ну, туда выходить... Желания особого у меня нет. Потому что... Надо держать дистанцию. Вот уже отсюда нас шандарахает. Да. Мне кажется... Денчика этого спасти... Если он изначально и был жив... Вряд ли возможно. Потому что если эта химера там сидит... Как его спасешь? Так. Ладно. Она там пока... По своим делам побежала. А. Их две. Вы что, серьезно? Можно просто как-то... Вас миновать? Аккуратно. Такс. Ага. Что, отглючило? Непонятно. Проходим, проходим. О, просто еще толпа зомбаков. Ну вот он, похоже, Денчик, да? Так, мужики, я чисто обыскать. Понятно. Все. Все понятно. Все. Короче, друга Денчика не спасти. Толпа зомбаков, две химеры. Это нереально. Так что, ладно. Сейчас надо выбраться и расскажем... Денчику. Денчику. Что, к сожалению, не получилось. Что ж, вернулся я обратно в бар. Привет. Я нашел твоего друга. Он убит. Вот его КПК. Вот, блин. Помянем хорошего человека. Водка есть? Нет. Так. А я водку все выпил. Когда пытался уснуть. Ладно, сейчас сходим купим. Так, бармен. Давай бутылочку сюда. Вот, принес водку. Ну, засушенного. Пусть зона будет ему пухом. Засушен... В такой ответственный момент. Запнулся. Засушенного. Ну, как там с ноутбуком? Готово, забирай. Так. Привет, брат. И что? Мне кажется, понятнее не стало. Получить информацию с ноутбука. Наконец-то я получил открытый ноутбук Аурена. Нужно посмотреть, что там. Ну, как бы... А, ладно, использовать. Обнаружена... Так, важная переписка. Иван Ломов. Это Аурен. Есть срочное дело. Приходи в лабораторию Х-12. Карта доступа у тебя имеется. Х-12? Это где такая лаборатория? Походу, действительно, наемники виновны в пси-выбросах. Необходимо попасть в лабораторию Х-12. Эээ... Х-12. Может, это... Х-18, которая? А ты, случаем, не знаешь, где искать наемника Ломова? А мне откуда знать? Спроси лучшего бармена. Ладно. Просто, ну, наемники же были в темной долине. И там лаборатория Х-18. Может, здесь она Х-12 называется? Слушаю тебя. Не знаю, потому что... Куда еще тут можно пойти? Где это Х-12 может быть? Ну, сейчас... Может быть, бармен подскажет. Ты не знаешь, где искать наемника Ломова? Это тот, который в группе Аурена? Да. Имеется свежая информация. Продам за тысячу. Ну, давай. Значит, сейчас у его группы рейд на свалку, на депо. Искать его нужно там. Так, понятно. Ладно, хорошо. Давайте тогда сейчас тут починим то-сё. И, в принципе, можно отправляться. Так, значит, 254 патрона у меня. Нормально. Артефактов тут столько. Может, чего-нибудь продать? Не знаю, кстати, тут ничего не пропало. А то у меня такое чувство, что, может, в этом ОЗе воруют. Не знаю. Ладно, давайте лишнее, наверное, продадим. Значит, сколько там? Две висит. Значит, три продаем. Огненный шар. Хотя огненного шара у меня больше нет. Ладно, один оставлю. Огненный шар. Ну, вот как-то так. Как-то так. Огненный шар сюда. Это возвращаем. А гравит тоже можно продать, в принципе. Гравит тоже продаем. И уже 21 тысяча у нас. Ну, вот как-то так. Ладно. Всё. Получается, теперь в депо на свалку топаем. Так, слушайте, неужели? Я вот бежал сейчас к переходу на свалку. И тут появилась толпа зомби. Плюс ещё собаки тоже. Может быть, они только днём появляются. Потому что ночью, когда мы пришли, здесь никого не было. Ну, вот сейчас постреляем. Постреляем собак. Постреляем зомби. И сдадим задание СТ. А то я уже начал беспокоиться, что квест забаговался. Как раз дробь можно расстрелять. Гранат у меня, к сожалению, нет. Но вот дробь расстреляем сейчас. Так, ну вот оставались вроде как только скелеты. Самые крепкие. Сейчас тут уже и долговцы подключились. Так что должны мы их положить. Ух, как один хорошо улетел. Всё, последнее. Ну вот. Отлично. Так, значит, где там СТ? Вот он. Спасибо, что помог нам. Вот твоя награда, 960. Это тебе спасибо за то, что дверь меня вскрыл в тёмной долине. Без тебя мы, наверное, сгинули бы. Да ты вообще псих. Один попёр на хорошо вооружённый лагерь наёмников. Потом, когда ты сбежал, я сам под шумок и убежал. Никто ничего не заметил. Ну давай, до встречи. Вот, в принципе, и всё. Хорошо. Ну и теперь продолжаем наш путь в сторону... Депо. Так, ну вот. Значит, подхожу я к этому депо. Какая-то там перестрелка идёт. Ну, как обычно. Одиночки против бандитов. Да. Сейчас мы стараемся им помочь по возможности. Ага. Хорошо. Так, ещё кто есть? Непонятно. Ну давайте заскочим, проверим тайник. Кстати говоря, на дикой территории я тайник. Так, и не посмотрел, хотя хотел. Ну а здесь что будет у нас? Так, а тут у нас одна аптечка. Ну ладно, тоже пойдёт. Ну и что? Где тут эти бандосы? Всё? Успокоились? Ага. Так, а из сталкеров у нас тут кто? Есть какие интересные личности? Да, вроде особо нет. Ну, видите, кардан только. Так, больше вроде никого интересного нет. Но, честно говоря, нам здесь особо делать в этом депо и нечего, потому что на самом-то деле нам нужно идти вот в тоннель. Рядом с депо которой. Кстати говоря, тут тоже тайник. Где-то. Так, интересно, здесь или наверху? Не, наверное, наверху. Ладно, не буду сейчас терять на это время. А, вот здесь же. Вот, точно. Чё-то я забыл. Так, а тут комбез наёмника. Кстати говоря, может быть... Давайте возьмём, переоденемся. Ну и плюс патроны. Пистолет брать уже не буду. Ну вот, неплохо. И, значит, в этом тоннеле, в конце этого тоннеля, если только в радиацию не забегать... Да ё-моё. Лежит Иван Ломов. Вот он. Так, давайте сейчас выйдем из тоннеля и посмотрим, что у нас там обновилось. Сейчас выйдем и потом уже тогда используем, наверное, научную аптечку. Такс, всё. Выходим. Аптечку используем. И, значит, что мы там нашли или подобрали? Найти Ивана Ломова. Это обновилось. Вот появился у нас КПК. А в этом КПК, судя по всему, должна была быть информация о тайнике Ломова в подземельях Агропрома. Потому что вот после обыска трупа Ломова у нас появилось это задание. Необходимо найти друга Аурена Ивана Ломова. Возможно, это наведёт на след цели моего задания. Но мы его уже нашли. И теперь надо найти его тайник в подземке Агропрома. Так что теперь отправляемся туда. Так, мы на Агропроме. Квест прийти на Агропром у нас засчитался. По пути тут ещё сейчас артефакты можно пособирать. Я, кстати говоря, там возле перехода на Агропром на свалке уже один каменный цветок подобрал. Вот ещё два каменных цветка забрали. Так, тут плоть сидит. Ага, большая плоть. Так, ладно, большая плоть. Сейчас, подожди, я ещё заскочу. Тут тоже всё соберу. Это чё же она будет пропадать? Кров камня. Давай сюда. Так, большая плоть. Иди вместе со мной в аномалию. Ага. Ну, отпусти. Медуза вроде, да? Да, и вроде как всё пока что. Нет, там ещё что-то лежит. Ещё что-то лежит. Так, ну что, идёшь в аномалию? Нет, ты обходишь всё? Ну ладно. Нет, так нет. Всё, тогда выходим. И, в принципе, отправляемся в сторону перехода. В подземку Агропрома. Сейчас ещё посмотрим, кто у нас там в районе этого комплекса находится. Может быть, ещё с кем можно пообщаться. Ничего себе, вы тут в монолитовской броне? Где-то вы такое раздобыли. Так, а тут у нас одиночки. Ну, привет. Даже кто-то вон в Эгзе Чистого Неба. Ничего себе. Так, военные тут тоже есть. Но военные к нам дружелюбны. Может быть, одиночки тут сейчас пытаются этих военных снова отсюда выбить. Так, можем ещё зайти посмотреть, что здесь за тайник. Наверное, на третьем этаже. Ну и, я так понимаю, Дегтярёв, наверное, знает, где находится спуск в подземку. Хотя... Не знаю, откуда он это знает. Потому что стрелок, допустим, не знал. Вроде как. Или он не знал, где именно тайник стрелка. Подземку ему крот показал. Ну ладно, в любом случае... Мы-то знаем, куда топать. Сейчас ещё вот здесь вот заберём каменный цветок. И всё. Спускаемся в подземелье Агропрома. Так, мы здесь. Значит, квест у нас там засчитался попасть в подземку. Теперь нужно найти тайник. Что-то там происходит такое. Бандитов целая куча. Ладно. Сейчас будем с ними разбираться. Это бандос идёт, но он не отображается. Значит, наверное, бандос. Хотя выглядит как сталкер. Ну да, бандит. О, там пауки ещё. У них вообще весело, конечно. Ну ладно. Я, кстати говоря, с собой взял патроны калашные. Поскольку мы пошли на Агропром. Ё-ка, красавица. Кого-то там сожрали. Прямо разорвали. Потому что знал, что, в принципе, здесь натовских, наверное, патронов мы не найдём. А, или это так пауки взрываются. А вот калаши у бандосов должны быть. Так что, сейчас, может быть, какой-нибудь калаш мы тут у них заберём. Так, одни лапки остались от пауков. Ну-ка, мужики. Что, серьёзно? Вы с натовскими стволами? Ну вы даёте. Я думал, вы с калашами будете. Ну вот один нормальный бандос с калашом. Так, тогда я, наверное, калаши возьму. Потому что у меня патронов для калаша достаточно много. Я вот 200 с чем-то взял с собой. А ещё 200 с чем-то осталось в баре, в тайнике. Так что, давайте, наверное, сейчас их будем расстреливать постепенно. Так. Да, тут пауки неплохо так постарались. Так, давайте один выкинем. Это заберём. Ну и что? Наверное, пойдём сразу проверим тайник стрелка. Посмотрим, что там. Кровосос будет здесь. Так, стрелок. Сталкер, ты кто такой? Что здесь забыл? Я Дегтярёв. Тебя не касается то, что я здесь делаю. Дегтярёв? Сколько лет, сколько зим? Ты заходи давай, скидываю тебе наши координаты. Ууу, он как раз в тайнике стрелка и сидит. И похоже не один. Так. Ну-ка. Значит, поднимаемся. И здесь у нас вот такие ребята. Лейтенант Кобзев, стрелок, призрак и клык. Ничего себе. Так, ну давайте сразу со стрелком поговорим. А перед этим ещё огненный шар можно забрать. Привет, брат. Здоров. Тут такое дело. В общем, я ищу тайник одного наёмника здесь, в подземке. Вот, посмотри сам его КПК. Ты не находил в тех местах тайника? Что-то его нет, а он мне очень важен. Так вот, чей-то тайник был. Можешь даже не искать, мы из него всё вычистили. Вот хрень, там должна быть магнитная карточка. Ничего не находил? Конечно есть. Не зря мы эту фигню не выкинули. Тебе ведь она не нужна? Может, отдашь? Только услуга за услугу. Ты знаешь, что нас тут достают пауки, и находиться в подземельях Агропрома – это самоубийство. Но недавно появился какой-то особенно мутированный паук, и мы никак не можем с ним справиться. Ты один прорвался через целую равву этих тварей, а значит, ты можешь справиться с подлюкой. Понимаю, что это сумасшествие, но всё-таки ты согласен? А мы тебе за это тайник наёмника и отдадим. Хорошо будет сделано. Отлично. Только без нормального оружия я тебя не пущу к этой твари. Вот возьми убойную пушку. Искать его надо возле выхода из нашего тайника. Там он обычно трётся. Винчестер и дробь дал. Так, ладно, это ещё один диалог есть, но может чуть позже поговорим. Давайте сперва посмотрим, что тут ещё есть у них. АКС-74М можно, в принципе, взять. Тогда вот этот вот АКС разрядим, выбросим. Так, а Винчестер вместо обреза сюда ставится. Отлично. Дротик. Сейчас мы это дело разрядим и сразу зарядим дробь. Так. АКС-74М взяли. Плюс патроны вот ещё здесь также. Берём. АПТЕЧКИ И ГРАНАТЫ, КАК ОБЫЧНО. Хорошо. У-у-у, патронов уже. Да, и перегруз, понятное дело. Так, а может быть тут... Нет, так разговора не будет. Оружие убирай. Подожди-ка. 517 рублей. За 3 рубля держи. Комбез. Перегруз всё равно есть. Артефакты. Если продать, допустим, каменных цветков у меня тут накопилось. Сейчас денег не хватает. Так, а вот этот товарищ, лейтенант Кобзев. Нам же как раз, по-моему, его надо найти. Но пока что он молчит. Чуть позже. Так, тут призрак ремонтом занимается. Вот как раз ему можно будет вот эти артефакты продать. Ну вот как-то так, хотя бы. Ладно, перегруза уже нет. Так, ещё вообще можно тут, наверное, разбить ящики и забрать. Да, комбинезон сталкера. Отлично. Полистойкость. Да, тут получше будет и всё остальное тоже получше. Хорошо. Тогда давайте наш костюм... Поговорим. Только сперва пушку спрячь. Наш ко... Костюм не продадим уже, да? Ну ладно. Тогда, наверное, просто выкинуть... Выкинуть его или что? Не хотите его брать, да? Так, ну что, пойдём посмотрим. Что там за суперпаук? Ёп, красоты. Ты уже здесь. Ладно, подходите. Не спеша. Суперпаук, похоже, вон там, с правой стороны. А эти... Это так. Дополнение. Ладно. Так, может пострелять с этого АК. А то патроны же надо расстреливать. Постепенно. У-у-у, ну чё-то как-то... Да, слушайте, с винчестера гораздо быстрее. Так, ну я даже пока не хочу слазить. Потому что их там ещё целая куча. Что, вылет? Да, случился вылет. Ну чё, бывает. Ну вот, даже не знаю. С одной стороны хочется расстрелять патроны, а с другой стороны... Как бы... Тут чуть ли не два магазина нужно на одного паука потратить. Так что ладно, постреляли немного и хватит. Дробь ещё есть. Давайте её использовать. Ё-о, простите. Что? Сколько из тебя повылазило тут... Всех. Ну что, гранату вам? Сейчас, правда, я сам подорвусь. Ну-ка, подальше сыстать. То, в принципе, ничего. Так, остальных добиваем. Ё-о, простите. Какой ужас. Так, ещё один какой-то паук остался, но это уже не квестовый. Ну и, в принципе... О-моё, что не пропустите? Ух, случайно соскочил. В принципе, мы паука основного уже убрали, и можно пойти рассказать об этом стрелку. А с остальными, может быть, потом разберёмся, если будет нужно. Так, ну что? Паук убит. Спасибо за помощь. Вот твой тайник. Меня вот интересует, зачем тебе сдалась эта карточка, если не секрет? Ещё и колобок дал. Хорошо, скажу. Мне нужно попасть в лабораторию Х-12. Карточка от этой самой лаборатории. Лаборатория Х-12? Знакомое место. Помню, как три года назад нас пригласили на сходку в этой лаборатории. Что за сходка? Значит, ты можешь назвать, где находится эта лаборатория? Конечно могу. Завод Росток. Ангар, в который врезан поезд. Вот самый верный путь. Ты вообще в курсе, что там наёмники заправляют? А что творится на нижних ярусах, вообще никто не знает. В общем, без хорошего оружия тебе лучше не лезть туда. Есть у нас огнемёт. Правда, он поломанный, но призрак может его отремонтировать. Надо? Конечно, давай. Так, сломанный огнемёт получили. Слушай, а меня вот тут интересует одно. Подземелья ведь кишат пауками. Как вы здесь выживаете? Как? Легко. Пауки не могут проникнуть в эту комнату. А за пределами наших владений пусть ходят себе на здоровье. Из-за пауков к нам никакой враг не подойдёт. Меня вот очень удивило то, как ты смог пробраться через них. Ты единственный, кто живой дошёл до нас. Но вам самим тоже надо выходить на поверхность. Неужели пауки вас не трогают? Почти угадал. Призрак сделал специальный ультразвук, который отлично отпугивает их. Разбегаются, как трусливые тараканы. А у вас нет ещё одного такого экземпляра этого ультразвука? К сожалению, нет. Изготовили только для себя. Понятно. Так, значит, получили мы сломанный огнемёт. Ну вот вроде как призрак может его отремонтировать, да? Здоров, мне тут стрелок огнемёт поломанный дал. Сказал, что ты можешь отремонтировать. Давай сюда его. Да, нехило его потрепало. Помню, как в далёком 2011-м сам собирал его. А теперь он стал такой рухлядью. Могу, конечно, починить его. Только тебе придётся немало побегать. Тут деталей до хрена надо. Согласен? Да, конечно. Только какие детали нужны? Список скинул тебе в КПК. Искать тебя советую в этом подземелье. Примерно в районе выхода к НИАгропром. Всё, удачи тебе. Ну и вот, значит, получили мы этот самый список. Огненный шар, трубки, манометр и горелка. Ну вот огненный шар у нас уже есть. Лежал он прямо здесь. Ну а всё остальное, как сказал призрак, должно быть где-то возле выхода на Агропром. Так, сейчас мы тут только с пауком разберёмся. С той стороны вроде пока никто не идёт, хотя, конечно, ещё пауки там есть. Так, ну-ка. Ага. Хорошо. Где-то ещё собака слышно. Да, бежит сюда. Тоже готово. Так, тут какой-то лежит товарищ с берилом поломанным. Ладно. Опа. А вот уже и манометр. Так, хорошо. Ладно. Тут надо идти постоянно с зажатой клавишей. F. Вот такая. Сейчас посмотрим под лестницей. Вроде не видно. Вроде не видно, ладно. Так, ещё АК. Тут же были вроде трупы. На миникарте. Но вот они потом пропали. И только их стволы остались. Так, тут ничего. Тут вроде ничего. Ладно. Давайте тогда сюда. Так, может вот тут где что? Нет. Так, АК. Горелка. Отлично. И что-то ещё нам надо найти. Третья. Трубки. Остались трубки. Трубки, трубки. Ну, сейчас посмотрим. Может наверху, а может быть в том коридоре. Так, Абакан. Здесь вроде не видно внизу. Этот тайник, скорее всего, пустой. Такс. Что-то мы устали. Вроде же, артефакты висят. Непонятно. А, просто перегруз же у нас. Да. Так, ага. А вот и трубка. Всё. Ух. Юх. Со всех сторон. Сторон. Так, я не стал просто стрелять. Попытался. Что такое? Пропало, что ли? Да ну. Не говорите мне, что она провалилась под текстуры. О, процент. Это не может такого быть. Ну, нет. Ну, вы чё? Блин. Я просто не стал стрелять по этому пауку, потому что знал, что он взорвётся, и потом у нас будет кровотечение. Попытался выбежать, но не получилось. Ну, всё. Приехали. И что теперь? Так. Пришлось переиграть. Сейчас ещё раз. Соберём эти все вещи. Значит, манометр. И остались трубки. В смысле? Они что, пропали уже прям с концами? Они же здесь были. Ну, как так-то? Ну, не говорите мне, что надо с автосейва переигрывать. А, нет. Они сюда переместились. Так, сразу сохраняемся. Сохраняемся. И теперь разбираемся с пауками. Ага. Один есть. Так, тут что-нибудь будет полезное? Ничего. Ладно. Второй есть. Так, а гранат? Граната у меня нет. Не подходите близко. Ещё будут? Вроде не слышно. Нет, ещё один есть. Всё. Какое всё ещё тут идёт? Так. Ну, и вылет под конец. Так. Ну, надеюсь, что больше пауков не будет. Ёпрос, это ещё. Да что же вас там столько? Уже дробь заканчивается. Так. Ну что? Ты последний? Иди сюда. Убежал? Ну и ладно. Я тогда за тобой. А он сейчас резко развернётся, и на каком-нибудь повороте мы с ним встретимся лоб в лоб. Так, всё, я погнал. Идём к стрелку. Так, давай-давай-давай. Залазь-пролазь. Точнее не к стрелку, а к призраку вроде. Хотя метка на стрелке висит. Мы же призраку должны занести детали. Так, ну что, принёс детали для огнемёта. Давай сюда. Теперь жди, когда сделаю. За три часа постараюсь управиться. У-у-у, три часа. Я надеюсь, мы сможем поспать. Так, пока можно ещё тут починиться. Значит, броник вот этот сталкера. Давайте отремонтируем. Второй ствол, первый ствол. Хорошо. Так, ну может нам чего скажет лейтенант, что молчит? Ну вот ещё клык здесь есть. Я совсем не понимаю, что происходит. Мне стрелок говорил, что призраки клык убиты были. А вы здесь вроде целые стоите. Всё в порядке. Просто меня преследовали наёмники, и призрак помог инсценировать мою смерть. Как видишь, получилось это на отлично. Даже стрелок поверил. Понятно. А с призраком что? А с призраком вылет. Ну давайте ещё раз попробуем. А с призраком что? Это он таким способом решил сбежать от учёных. Согласись, очень полезно иметь двойника отмычку. Ну дела. Так, о байке какие расскажешь? Про серого там что? А это что за военный у вас сидит? Да это лейтенант Кобзев. Он задание выполнял здесь в подземке. А тут волна пауков пошла. Вот он у нас и спасение нашёл. Теперь вот приходится ему тут жить. Так, ну что, может теперь что скажет? Здравствуйте, я полковник Дегтярёв. Выполняю задание по поиску пропавших сотрудников СБУ. Нашли всё-таки меня. Так что будем делать? Я передам руководству о твоём расположении. Стой, не надо передавать ничего. У группы стрелка рейд запланирован. Они должны вывести меня отсюда. Хорошо. Так, ладно. Ну вот. Ещё одного нашли. Хорошо. Ну и... Что теперь? Удастся ли нам поспать? Неужели? Ё просто ты. Вот это везение. Я уж думал, опять придётся три часа просто стоять. Ну вот. Поспали. Ну и как дела с огнемётом? Готово. Можешь забирать это чудо. А баллоны с газом для него где брать? Такой эксклюзив есть только у меня. Тогда буду продавать тебе по две тысячи за штуку. Дешевле никак не могу, извиняй. Так, ну давай. Куплю баллон. Сколько у нас там денег? 17 тысяч? Один баллон, 150 зарядов. Так. Ну, нам по-любому придётся что-то придумывать с этим комбезом. Наверное, просто его выкинем, потому что мы не унесём тогда всё. Лучше побольше баллонов взять. Так, баллоны, баллоны. Сталкеры, внимание. Выброс начнётся с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. А, слушайте, они вообще так мало весят. Ничего себе. Я думал, побольше будет. Ладно, тогда, в принципе, костюм возьму. Ну и раз такое дело, давай ещё. Баллоны, баллоны. Баллоны, баллоны. 9 тысяч у нас остаётся. Так, 9 тысяч. Кстати говоря, деньги эти ему перемещаются, а значит, он может кое-чего купить. Но стоит ли ему это продавать, вопрос хороший. По 200 рублей баллоны покупать. Ё-моё, что-то там не туда залетело. Так, ладно, давайте колючку какую-нибудь продадим. Но он очень дёшево покупает артефакты. Это лучше торговцам продавать. Так что, ладно. Наверное, давайте на все деньги. Всё, ребята, выбор, слава богу, закончился. Надеюсь, никто не пострадал. Всё, на все деньги закупился. 750. Хотя, мне казалось, будет больше. Ну ладно. Что есть, то есть. Потом продадим артефакты в баре. Деньги, я надеюсь, будут. Ну вот как-то так. Получается, что... Теперь нужно отправляться в лабораторию, которая, как нам сказал стрелок, находится вот здесь вот, на дикой территории вход в неё. Ну, раз так, то пойдём туда. Но придём мы туда уже, наверное, в следующей серии. На этом пока что прервёмся. А-а-а, вот почему у меня баллоны. Я понял. То есть 750 максимум. Так, подожди, а если зарядить, тут же заряжено. То есть 750 это максимум. Ладно, я тогда сейчас отгружусь и... Возьму только 750, чтобы деньги лишние не тратить. И потом пойду уже в сторону дикой территории. Но всё равно на этом пока закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok